Микрорайон Вера Анатольевна переехала сюда с семьёй в первые годы развития микрорайона. Здесь живём с 1976 года. Уже приехали после института сюда. Темпы строительства тогда были впечатляющие. Всего за несколько лет в микрорайоне было воздвигнуто. Наверное, зданий 65-этажных. Девятиэтажных ещё тогда не было. Однако и сейчас застройки не меньше. Очень много выросло домов. Дома сейчас уже 16-этажные. И они построены очень близко друг к другу. Не предусмотрено ни парковок для транспорта. Дома растут, как грибы после дождя. Сетуют местные жители. В новостройке заселяются семьи. И всё бы ничего, но количество машин увеличивается с каждым днём. Заторы на дороге здесь уже давно не редкость. Для детей, которые работают в центре города, добираться очень сложно. Госавтоинспекция Краснодарского края обеспокоилась данным вопросом. Транспортная связь микрорайона гидростроителей с уличной дорожной сетью города осуществляется с использованием всего трёх улиц. Автолюбители Игнатова и Благоева с низкой пропускной способностью. Уже сейчас уровень загрузки данных улиц достигает предельных значений. Местные надеются, что власти прислушаются к их нуждам. Люди предлагают свои варианты решения проблемы. Должно быть развитие. Другая дорога должна быть с мяса комбината. Может быть, она тогда решит проблемы транспорта. К сожалению, как нам известно, в департаменте архитектуры города Краснодара пока таких планов нет. Остаётся только надеяться, что чиновники предпримут необходимые меры, пока не стало слишком поздно. Дальнейшее развитие застройки без комплексного решения транспортных вопросов и реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития города, включающих в себя строительство новых автомобильных дорог, развязок, а также реконструкций существующих. Через пару лет при таких темпах застройки и увеличении количества автотранспорта въезды и выезды в этот район просто встанут в мёртвые пробки. Пробки далеко не единственная проблема этого микрорайона. К примеру, небезызвестная улица автолюбителей. Вокруг неё уже давно кипят жаркие споры как у местных жителей, так и у властных структур. Уже несколько лет она является камнем преткновения между администрацией и госавтоинспекцией нашего города. Дело даже дошло до прокуратуры, а потом и до суда. Суть претензий ГИБДД к чиновникам проста. Это безопасность людей, как пешеходов, так и водителей, передвигающихся по этой улице. Решением суда в 2010 году администрация муниципального образования города Краснодар была обязана до конца 2011 года реализовать ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Таких, например, как устройство искусственного освещения, обустройство остановок общественного транспорта в соответствии с нормативными требованиями, а также строительство тротуаров. Стоит отметить, что наша передача уже освещала данную проблему неоднократно. Мы выезжали на место и следили за развитием событий. И отчасти можем праздновать маленькую победу. Администрация начала выполнять решения суда. Как вы видите, дорожные работы в самом разгаре. Прокладываются тротуары. Также выполняются работы по установке освещения. Хотя стоит отметить, что это все делается в притык к срокам. Однако, как нас заверили в администрации города, все недостатки будут устранены. Положенное время. Эти объекты уже заканчивают строительство. Решение суда будет исполнено в срок. Но существует еще один пункт. Еще одним пунктом решения суда было приведение в соответствии с нормативными требованиями продольного уклона съезда к аквапарку Экватор и расположенному в той зоне, большому жилому массиву, многоэтажной жилой застройки. По состоянию на настоящее время, значит, мероприятие по приведению его в соответствии с нормами по безопасности, обеспечение боковой видимости при выезде с этого района не реализовано. Однако его чиновники почему-то не замечают. Решение было одно, что необходимо сделать тротуар, освещение и автобусные остановки. Мы это решение исполняем. Мы снова внимательно прочитали решение Первомайского районного суда, датированное 11 октября 2010 года. Но там, как и было раньше, черным по белому написано. По улице автолюбителей отсутствует стационарное искусственное освещение, не оборудовано ни одного остановочного пункта, отсутствие тротуара. А вот и злополучный четвертый пункт. Цитата. А также в нарушение требований продольный уклон съезда к аквапарку Экватор и новому жилому району превышает допустимые значения. Не обеспечена нормативная боковая видимость. Для нас остается загадкой, почему власти города в упор не видят этот пункт. Решение суда. В отличие от администрации, местные жители эту проблему отчетливо разглядели. Вообще отвратительно. Нужно светофор здесь ставить. Потому что и дети переходят, и все, и с колясками. Так что я думаю, здесь светофор обязательно надо ставить. Новые домики построили, как бы. Я думаю, что надо что-то с этим вопросом делать, решать как-то. Здесь просто невозможно бывает. Люди идут на аварийную ситуацию, потому что все торопятся, все спешат. У всех дела. Конечно, очень неприятно выезжать. Ужасно, конечно. Приходится объезжать, выезжать. Ужасно. Но там надо или светофор ставить, или что-то, потому что вообще неудобно. Потому что те, которые отечественные машины, они вообще выехать отсюда не могут. Мы надеемся, что дорожные работы будут завершены в срок. А жизнебезопасность людей, проживающих в этом микрорайоне, наконец-то улучшится. Пойдемте. Присаживайтесь на лавочку. Присаживайтесь, пожалуйста. Этот человек не вор и не грабитель, но ближайшие несколько дней он проведет за решеткой. Причиной его посещения столь неуютного места, как бы странно это ни звучало, тонированная пленка на лобовом стекле его джипа. Но обо всем по порядку. Недавно в Краснодаре начались широкомасштабные рейдовые мероприятия по борьбе с низгостовской тонировкой. Вот так вот сделаем. Раз место. Девятнадцать. Два места. Двадцать и шесть. И три места. Девятнадцать и шесть. Девятнадцать и семь, двадцать. Светопропускаемость ваших стекол 20%. Должна быть не менее 75%. Хотя с начала акции прошло не так уж много времени, но результат уже налицо. С начала предоведения мероприятий, конец ноября месяца, сотрудниками ГИБДД Край составлено около порядка семи тысяч административных материалов на водителей, управляющих их автомобилями, затонированные стеклами. За невыполнение требований работников милиции было выписано 3155 водителям требований об устранении данного нарушения. 3 тысячи с половиной водителей данное нарушение устранили на месте. Несмотря на высокие показатели, работу инспекторов в этом направлении трудно назвать легкой. Краснодарские водители явно не спешат расставаться с темной пленкой. Неужели это тебе достает удовольствие? Я говорю, что я спешу. Я выполняю свою работу. Ну, давай, я поехал в следующий раз. В следующий раз, сейчас конкретно, в данный момент. Я спешу. Все мы ездим так вот, как ездили раньше. Ну, давай вот подойдем нормально к этому. Все мы ездим и все мы нарушаем. Продолжение следует заставляется по статье 12.5.3.1. В течение двух суток нужно будет все это устранить. Помимо штрафа в размере 500 рублей, нарушитель получает на руки требования. Здесь в требовании, внизу, где галочка стоит, необходимо поставить подпись. Рядышком фамилия и инициалы. Значит, требования выданы на сутки. В противном случае, там, можете быть подвергнуты административному штрафу от 500 до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток. Поэтому с этим делом не шутите, пожалуйста. И действительно, шутки с законом приводят к печальным последствиям. Я вам объясняю. Есть гость, есть гость, утвержденный 57-27 от 88-го года, который регламентирует пропускаемость стекла 75%. Опять 500 рублей? Да. Слушайте, у меня же пенсия не очень большая, ну что же вы меня мучаете? Ну, я же вас не заставлял двигаться транспортными средствами с нарушениями. Я не заставляю вас это. Ну, я не заставляю, да. Я ехал бы 100 метров и снял бы эту плюнку. Зачем это вы? Я вам еще раз повторяю. Вы это бы надо было делать до этого. Я хотел, думал, вас уговорить, если честно. Мне так не хочется снимать. Вы мне сначала объясните словами, что это сейчас будет. Какой-то арест? Арест административный. Вообще. За такую хренью арест? Да, жестко, конечно, жестко, жестко. В своем несчастье наш герой не одинок. Всего за несколько недель проведение рейдовых мероприятий. 33 водителя были направлены в суд по части 1 статьи 19.3, где к ним были приняты меры административного воздействия, вплоть до ареста. Редактор субтитров А.Семкин